Четыре года и четыре месяца назад Андрей Брюс, один из самых молодых и известных капитанов космофлота на Орионе, крейсировал возле планетки со странным прозвищем «Кастрюля». Кто-то так назвал ее, вот и прижилось. Кастрюля была скопищем вулканов, плюющих, льющих, фыркающих. На орбитальной станции работали вулканологи и спускались оттуда для наблюдений и промеров. Орбита была рассчитана верно, ничего не могло случиться. Но случилось. Выброс газов с планеты достиг станции, потому что втрое превзошел допустимые величины. Повредил двигатель из станции. Несколько человек, изработавших на планете, погибли. В общем, случилась беда. Орион изменил курс, чтобы снять со станции вулканологов. Эвакуация прошла трудно, но закончилась благополучно. Правда, повредила внешние антенны. В полете пришлось ремонтировать внешнюю обшивку и антенны. Капитану можно этим не заниматься, и никто от него не ждет такой работы. Но народу на борту было немного. Все были заняты вулканологами, среди которых было немало раненых и обожженных. Так что нет ничего удивительного, что ремонтом занимался и капитан. Он работал вместе с механиком-браком. Они были снаружи примерно час. А потом механик-брак начал подавать сигналы бедствия. Сигналы проходили плохо, их не сразу приняли. Брак сообщил, что страховочный трос капитана лопнул по неизвестной причине. И того выбросило в бездну. Если бы брак был внимательнее, ничего бы страшного не произошло. Человек превратился бы в спутник корабля и далеко бы не отлетел. Ну, напугался бы. А потом бы его вернули домой. На этот раз получилось так, что когда трос лопнул, Андрей отбросило от корабля, и он приобрел собственную скорость. Брак же потерял его из виду, даже не помнил направление движения капитана. Корабль погасил скорость и начал маневрировать, стараясь найти капитана. Но размеры человеческого тела настолько ничтожно малы, что уже за несколько тысяч километров человек не регистрируется даже самыми чуткими приборами. А Андрей падал в бездну. Он падал в бездну 63 часа. Он несколько раз умер. Он пролетел невероятное количество километров и миров. Шесть кораблей космофлота и патрульный крейсер, к счастью, это случилось на оживленной трассе, искали его все эти 63 часа. И нашел его Витас и Кубаускас. Это была и счастливая случайность, и результат умения работать с компьютерами. Когда Андрея подняли на борт, он был без сознания. Он пришел в себя лишь на базе, через много дней, и долго не верил, что жив. Потому что слишком медленно и наверняка умирал. После его выздоровления медики поняли, что травма настолько глубока, что Андрей уже никогда не сможет выйти в открытый космос. Даже на Земле он избегал выходить ночью, когда светили звезды. Психически неполноценный человек не имеет права командовать кораблем и отвечать за жизнь других людей. Андрею предложили наземную работу. Он предпочел уехать из галактического центра. Ему не хотелось встречать бывших коллег, потому что он осуждал себя за этот синдром, считал его чем-то постыдным. Именно поэтому, уже надев скафандр, потому что он не мог его не надеть, он замер в переходнике, всем своим существом понимая, что не сможет заставить себя выйти наружу. Он сосчитал до пятидесяти, потом еще до пятидесяти, потом он подумал, если я сейчас выйду туда, где только звезды и пустота, и умру от страха, от позорного, липкого страха, который неведом ни одному человеку в галактике, потому что никто, как я, не умирал в ней. Но если я не выйду, то из-за меня погибнут другие люди. И это хуже, чем смерть, потому у меня нет выхода. И он открыл люк, онемевший рукой, как будто нажимал на курок пистолета, поднесенного к виску. Потом крепко схватился за скобы на корпусе корабля и по пояс выбрался наружу. Он не смотрел вверх, а только вперед на покатую китовую спину корабля. Ему предстоял длинный путь. Ему надо было добраться по скобам до внешней антенны, которая контролировала подход их к кораблю и пространство вокруг люка, а затем и до люка, причем на втором участке скоб не было. Андрей, автоматизм глубоко укоренившийся в мозгу не отказал, прикрепил к краю люка страховочный конец, которого должно было хватить, и пополз по скобам, не отпуская руки, пока не схватился за следующую скобу. Близко у самых глаз сплыл металл корпуса. Его никто не видел, потому что пруг, который готовил засаду, еще не вернулся на мостик. Дрог У был с ним, а в осень У не включал внешний обзор. Он смотрел только на главный экран, на котором медленно вырастал Ватсус. Он увидел, прежде чем вернулся пруг, как в боку корабля открылся люк, и из него медленно выпал спланетарный катер. До корабля было более 30 километров, но на экране казалось, что это происходит совсем рядом. Поэтому Андрей незамеченным добрался до антенны, небольшой выпуклости в корпусе корабля, прикрытой сверху прозрачной керамической крышкой. Он свинтил крышку, и молотком, который был приторочен к ремонтному скафандру, одним сильным ударом разбил принимающее устройство. Как раз в это мгновение вошедший обратно на мостик Дрог У обругал зачарованно глядевшего на катер в осень У и включил антенну ближнего вида. На секунду на экране сверкнули звезды, и тут же экран погас. «Этого еще не хватало», сказал Дрог У. Он нажимал на клавиши, стараясь понять, что случилось, потом запросил компьютер, и компьютер сообщил, что антенна разбита. А в эти секунды Андрей уже полз к входному люку. Здесь скоб не было, и Андрей понимал, что в любой момент его может отнести от корабля, особенно если они решат совершить маневр. На полпути к люку он замер, потому что сердце колотилось со скоростью двести ударов в минуту, и Андрей понял, что он первый трус во Вселенной. В наказание он заставил себя поднять голову и, к собственному удивлению, увидел плывущий неподалеку царственно могучий и сверкающий точками прожекторов, которые включили, чтобы осветить шквал корабль космофлота Ватсус. В лучах прожекторов к входному люку медленно спускался планетарный катер. Планетарный катер был уже буквально в нескольких десятках метров от шквала, и Андрей поспешил к нему, чтобы успеть предупредить пилотов о том, что им грозит. Резкое движение оторвало его от обшивки и понесло вверх. И все началось снова. Вся смерть. Все шестьдесят три часа. В этот момент его заметили с катера, и капитан Ватсус, еще не знаю, что означает появление человека на обшивке шквала, приказал двум пилотам встретить этого человека. Что-то дернуло Андрея, и он пришел в себя. И даже понял, что это страховочный трос. Открытый люк планетарного катера был совсем близко, и оттуда вылетали люди в скафандрах высокой защиты с реактивными двигателями. Двое из них полетели к Андрею. Один из них, штурман Ватсуса, сразу узнал Андрея, и сначала даже не удивился, потому что забыл в этой суматохе, почему Андрея списали с корабля. Андрей тоже узнал его. Он включил микрофон и сказал «Подождите, входите! Там засада!» Он говорил совершенно спокойным голосом, как будто встречал гостей на обшивке корабля. Капитан Ватсуса, следивший из катера, тоже узнал Андрея. Андрей Брюс, ты почему здесь? Они подготовили засаду, сказал Андрей. Он непроизвольно держался рукой за рукав скафандра штурмана Свациуса. Он снова начал бояться. Нельзя было глядеть на звезды, надо смотреть вниз, на твердую надежную поверхность корабля. Какая засада! Они не видят нас. Я сбил внешнюю антону близкого обзора, но они ждут. За переходником, чтобы перебить поодиночке, когда будете входить. У них топоры и бластеры. А как остальные? Где остальные? Спросил капитан. Раненых нет. Здесь еще доктор Гиза и Витас Якубаускас. Он ранен. Тяжело. А остальные? Некоторые остались на ПУ. Висконти погиб. Его убили? Андрей не узнал голоса. Спрашивал кто-то из тех, кто был в планетарном катере. Все слушали этот разговор. И хотят убить вас. Вы не понимаете, что это за существа. Это другой мир. Тогда не будем терять времени даром. Я начинаю высадку, сказал капитан Ватсуса. Вы меня не поняли, Андрей, сказал капитан. Мой десант в кремниевых скафандрах высокой защиты. Мы тоже думали. Никто не снимет скафандров, понял? Ты пробовал выстрелить в него из бластера? Или ударить топором? А у вас есть оружие? спросил Андрей. С оружием все в порядке, сказал капитан. У нас на борту была группа охотников, туристы. Мы конфисковали анестезирующие пистолеты. Валят драконы. Переходи к нам на борт, Андрей, сказал капитан. Будем проситься в гости. Андрей перешел на планетарный катер. Штурман Ватсуса, его старый знакомый, крепко взял его под руку. Второй космонавт отстегнул страховочный трос. Они резко подхватили Андрей, и он в мгновение оказался в открытом люке планетарного катера. Только потом, восстановив в памяти события того часа, он понял, что все помнили о его болезни. И штурман, и капитан, который вышел к люку, чтобы подхватить его. И когда люк был закрыт, Андрей поздоровался с десантом с Ватсуса. Они сидели в креслах, одинаковые, словно статуи, в тяжелых скафандрах, одинаковые шлемы, повернулись к нему. Капитан указал на пустое кресло рядом со своим. Через пять минут катер двинулся вновь и, коснувшись корабля, дал сигнал прибытия. Откроют ли? Или испугались? Люк отошел в сторону, и магнитные захваты втянули планетарный катер внутрь шквала. Шлюзовая была пуста. «Приготовиться», сказал капитан, следя за приборами. В шлюзовую поступал воздух, давление выравновесилось. Рядом стоял катер со шквала. «Где же они?» спросил капитан. «Я думаю, они ждут в коридоре за выходом. Так им кажется удобнее, они хотят вас встретить в узком месте». Люк катера раскрылся, и капитан первым выскочил в зал. «Принимайте гостей», сказал он. «Тишина». Один за другим пилоты с Вациуса выпрыгивали на упругий пол. Капитан первым пошел к двери, ведущей внутрь корабля. Дверь открылась навстречу ему. Он вошел, держа в руке анестезатор, и в этот момент по скафандру ударили сразу пять или шесть отравленных стрел. Они ломались и оставляли на скафандре темные пятна яда. Сверкнул луч бластера. Капитан продолжал идти вперед, теперь он видел воинов. Выпустив стрелы и разрядив бластера, они схватились за боевые топоры и с криками бросились на капитана. Пруг бежал в толпе воинов, размахивая своим самым большим на планете топором по имени Костедробитель. Десантники успели дать залп из анестезаторов. Первые воины упали, но остальные успели навалиться, ударяя топорами по шлямам и пластику скафандров. Схватка была неравной. Повредить скафандр топор не может. Суматоха, скопище тел, рычания, крики, грохот заполнили узкий коридор. Пилоты обладали большими спортивными навыками, чем воины, привыкшие рассчитывать лишь на свое оружие, а анестезаторы действовали безотказно. Число воинов все уменьшалось, а люди в скафандрах медленно теснили хридеющую толпу кают компании. Пруг отчаянно махал топором. Ему удалось то ли силой удара, то ли массой своего тела свалить с ног двух или трех космонавтов, но в его тушу уже вонзились три анестезирующие иглы, а он продолжал сражаться, и ему казалось, что десантники поддаются его напору, и рухнул он неожиданно во весь рост. Десантники Продолжение следует...